В Пинском районе открыт сезон дачных краж, как житель Пинска заработал себе восьмую судимость и почему хулиганов в столице Полесье стало больше. В эфире оперативная сводка. Здравствуйте. Сезон дачных краж открыт. В Пинском районе все чаще стали вырывать велосипеды и личные имущества. Приманка для дельцов, оставленные личные вещи на приусадебных участках. Милиция Пинского района задалась резонным вопросом, кто виноват и что делать, и провела собрание с представителями садовых товариществ Пинского района. Последний случай из оперативной сводки. В Пинском районе снова украли велосипед. Такие правонарушения лидеры милицейской статистики. Хищений в год 70%. На кражах чужих участков злоумышленники работают обычно ночью. Утром хозяин только и может, что заявить о пропаже. Наживка, как говорят эксперты, оставленные во дворах предметы и техника, и даже металл. На продаже можно неплохо заработать. В селе такая схема скупка-продажа хорошо отлажена. Данные правонарушения раскрыть сложно. До рассвета уже не остается и следов преступников. За два месяца текущего года у нас совершено на территории Пинского района 27 краж, из которых раскрыто 17, что составляет 63%. Проблемным по-прежнему остается данный вопрос в связи с тем, что в дачных товариществах отсутствует должное финансирование. И сами дачники не заинтересованы в принятии каких-либо действенных мер по охране имущества, а именно по сбору денежных средств на проведение данных мероприятий. Всплеск сезонных краж приходится на начало весны. Дачи еще заколочены, имущества на виду, а владельцев нет. Беспечность последних, кстати, частая причина того, что цифра по кражам ползет вверх. Милиция предлагает владельцам сдать жилые объекты под охрану, что не по карману многим дачникам. Другой бюджетный вариант – не оставлять ценные вещи, инвентарь и имущество, но при усадебных участках. Сами дачники должны быть заинтересованы в том, чтобы не было хищений. По возможности, как мы сказали, это самый надежный способ – это охранная сигнализация, а также принятие любых превентивных мер, установка фотоловушек, которые сейчас устанавливают. Не только охрана может предложить организация «Строймир», которая работает на рынке уже много лет. Факт из статистики. Чаще всего на дачах орудуют воры из Пинска. Милиция просит дачников быть бдительнее, ведь всегда находятся те, для кого ставленное чужое – повод незаконно прибрать его к рукам. Начало весны. Время протестировать своего железного коня на прочность. Госавтоинспекции Беларуси проводят декаду гостях осмотр. Она начнется 21 марта и завершится 30 марта. Автомобилистам предлагают провести государственный технический осмотр машины. Цель общереспубликанской декады – контроль за исправностью транспортного средства. Такие акции проходят два раза в год – осенью и весной. Обычно неисправной чаще всего оказывается тормозная система. Водитель не получит заветную наклейку на лобовое стекло, если не устранит неполадку. Его автомобиль техосмотр не пройдет. Эксплуатацию машины запретят. В случае нарушения автолюбитель получит штраф. Действующее законодательство позволяет привлечь к административной ответственности автомобилиста на транспортном средстве без технического осмотра. Сегодня эта сумма составляет максимально 630 тысяч белорусских рублей за повторное нарушение – миллион пятьдесят. В Пинске и в Пинском районе работают четыре станции диагностики. Так что через такую процедуру, как государственный технический осмотр, можно будет пройти без проблем и очередей. В Пинске стало больше хулиганов. Причем злоумышленники посягают на автомобильные стекла и окна увеселительных заведений. Ущерб осчисляется миллионами белорусских рублей. Подробности смотрите далее. Пинская милиция снова направилась в рейды. Задача та же, что и обычно. Профилактика правонарушений – только на этот раз еще и разговоры с автолюбителями, которые оставляют свои транспортные средства на неохраняемых стоянках. Автомобильные стекла не могут не привлекать злоумышленников. Как итог – рост числа хулиганств и фактов повреждения имущества. В этом году в статистике городского отдела внутренних дел таких правонарушений уже девять. Как сами видите, есть маломальский рост преступлений. Работа сотрудников милиции в данном направлении ведется. Принимаются необходимые меры по пресечению. Где-то, быть может, пытаемся какие-то новые методы внедрить для этого. Разбитые стекла в кафе и общежитиях также становятся результатом противоправной деятельности правонарушителей. Поэтому милиция рекомендует устанавливать камеры видеонаблюдения, а автомобиль оставить на охраняемые стоянки. Можно также немного и автовладельцам сказать, чтобы не оставляли вещи, которые могут способствовать и кражам с автотранспорта. И сразу же зачастую это повреждение имущества, чтобы достать. Это открытые видеомагнитолы какие-нибудь, там вещи оставил, барсеточку оставил. Что еще? Портмонежку нечаянно забыл. Чаще всего фигуранты дела хулиганстве, подростки или нетрезвые пинчане. Эта категория жителей Пинска всегда на особом контроле у правоохранителей. Милиция будет призывать граждан разоружиться. С 11 по 15 апреля в области стартует комплекс специальных мероприятий «Арсенал». Его задача – выявление незаконных операций с оружием и боеприпасами. Времена, когда человеку могло бы понадобиться оружие, миновали еще 70 лет назад. Пришло время разоружаться, но результаты работы, которую проводят сотрудники милиции, говорят об обратном. Так, в текущем году на территории области из нелегального оборота уже изъяли 27 единиц неучтенного оружия и 574 патрона к огнестрельному оружию. Жители Брещена добровольно сдали в органы внутренних дел 9 единиц данного оружия и 74 единицы боеприпасов. По данным правоохранителей, многие пенчане сознательно продолжают хранить огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, такие как, например, порох или патроны. Что-то остается их обладателем по наследству, а кто-то стремится на этом заработать. В прошлом году, к примеру, продавцы оружия получили свой срок. Не избежать ответственности обладателям пневматических, газовых и травматических пистолетов. Зачастую такое оружие попадает не в те руки и фигурирует не как средство самообороны, а скорее как предмет противозаконных действий. Тем, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за нарушение порядка, распитие спиртного или стрельбу в населенном пункте, также придется попрощаться с оружием. Милиция напоминает, лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от ответственности. Восьмую судимость заработал себе горожанин. Накануне в суде Пинского района и Пинска прозвучал обвинительный приговор по статье «Хулиганство». А дело все в том, что обвиненный и уже осужденный пытался не совсем стандартным способом пробраться в окно к своей возлюбленной. Возможно, глубоко в душе главный персонаж этой истории и был романтиком. Только в окно к своей некогда возлюбленной он решил запустить не солнечного зайчика, а фрагмент кирпича. Таковой как раз находился под рукой. Сожительница на тот момент проживала с несовершеннолетним ребенком и находилась по месту жительства своей матери. После того, как обвиняемый приехал к дому матери своей бывшей сожительницы, он предпринял попытки постучать первоначально в дверь по месту жительства, по месту нахождения своей бывшей сожительницы. Не получив ответа, уже осужденный очень огорчился. Обладая недюжиной силой, вызванной изрядной порцией алкоголя, мужчина отчаялся испытать окна на прочность. Орудие хулиганства пошло в ход. От данного удара стекло разбилось и в том числе хозяйке данного дома был причинен и имущественный вред. После этого данное лицо село благополучно в такси и уехало по своим личным делам. Наказание избрано в отношении данного лица достаточно строго, связано с изоляцией осужденного от общества. Переосмысливать свое поведение и хулиганский поступок пенчанин будет в исправительном учреждении открытого типа. Суд его туда определил сроком на один год и шесть месяцев. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по статье кража. Установленное лицо совершило хищение имущества. 28 января с 15 до 17 часов, находясь в квартире по улице Рокоссовского, женщина похитила ноутбук, чем причинила ущерб на сумму 5,5 миллионов белорусских рублей. Если вам известно местонахождение злоумышленницы, сообщите по телефону 102. Это были все новости из мира криминала. Будьте бдительны и берегите себя.